Да, вот я рассказала уже достаточно много, и мой выключился телефон, и прекратил записывать видео, и поэтому я с вами не попрощалась. Да, я извиняюсь за небольшие паузы в том видео, которое я записала, потому что мне нужно было просмотреть прессу, прежде чем я могла что-то сказать. И, надеюсь, с моментами сказала все-таки что-то еще интересное. Да, а еще я могу добавить, что к нам прислали больных в нашу землю тоже. Более ста человек привезли в Германию, тяжело больных, которым нужна интенсивная терапия. Из Италии и Франции. Да, ну конкретно к нам в землю доставили 6 человек из Италии, итальянцев. С тяжелой формой вируса. И в Ростоке двое в клинике находятся, и двое в Грайфсвальде, и двое в Шеверине. Ну, так как есть свободные места с интенсивной именно терапией, там есть прибор для искусственного дыхания, приборы точнее, то вот могли принять и помочь другим государствам. Это, конечно, гуманно. Это принимает решение правительство, и Италия попросила помощи и Франции, и Германии. Но единственное, что, я думаю, что не спросили конкретно тех врачей и медсестер, которые будут лечить этих больных, пытаться их лечить. И, а эти люди рискуют своей жизнью. Это гуманно, но в то же время, конечно, это риск. Вот. Ну, а так, я рассказала вам, как у нас сейчас ситуация в Меккенбург-Фархумерд и в нашем городе Висмари в конце марта, 29 марта с коронавирусом. Да, она, конечно, по сравнению с 19 марта, было 10 дней назад, ухудшилась. Ну, этого и следовало ожидать, эпидемия. Да. Будем ждать, что будет дальше. И оставаться здоровыми, я думаю, надеюсь. Храни вас Бог всех. Не знаю точно, какая ситуация в России, но боюсь, что все не будут так держать дистанцию. Народ совсем не такой послушный, как здесь в Германии. И не знаю тоже насчет интенсивной терапии. Везде ли во всех российских местах хорошо с этим. Поэтому желаю вам всем здоровья, крепкого иммунитета. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok